Захватывающее соревнование по футболу. Турнир «Кожаный мяч», на который можно было смотреть прямо из окон домов на Автозаводской, прошел в Новоуральске. В течение трех дней ребята сражались за победу. Турнир проводился при поддержке благотворительного гранта Уральского электрохимического комбината. Какая команда победила в этой непростой спортивной схватке, расскажет Алексей Кузнецов. «Кожаный мяч» – крупнейшее, массовое, всесоюзное и всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. История которого насчитывает уже более полувека. Для многих ребят состязания и родные клубы стали школой большого футбола. Они выросли, превратившись в настоящих мастеров и в разное время выступали за известные команды футболистов. За всю историю турнира в нем приняли участие миллионы мальчишек. Сейчас эта традиция возрождена. Футбол – это один из ключевых видов командных игр, поэтому важно сохранить саму культуру этого спорта. В начале месяца состоялись заключительные игры турнира «Кожаный мяч» среди новоуральцев. За возрождение традиции взялся детско-юношеский центр. В соревновании приняли участие как дворовые команды, так и те, которые состоят в футбольных клубах города. В футбол играли опытные взрослые ребята, а также юные начинающие футболисты, которые не менее уверенно выходили на поле. Я играл на карту у меня во дворе. Потом ко мне подошли мальчики и сказали, давай сыграем в футбол. Мне понравилось играть в футбол. Мы пришли посмотреть, как поболеть за моих друзей. И так получилось, что у нас появилась команда. Меня сначала мама отвела в чемпионика, команду в чемпионика. И мне начал нравиться футбол. Потом меня мама перевела в «Дюж-2», и мне там больше нравилось. Короче, в команде было больше таких, как сказать, изюминок. Меня просто мой друг Моти позвал меня сюда, в его команду, и я вот пришел. Я сначала был в школе, у нас было в первых классах мини-футбол. Потом мне это понравилось, я перешел в команду «Дюж-2». На данный момент там и тренируюсь. Каждый год это происходит. И мы знаем, да, каких часов. В течение трех дней, мужественно борясь за каждый мяч, участники шли к первому месту. И вот по итогам последней игры на первое место вырвалась дворовая команда «Оникс». Серебро заслуженно получила дворовая команда «Двор» и закрывает тройку лидеров команда клуба «Дружба». Победителей и призеров поздравляем, а остальные ребята очень активно приняли участие в турнире. Будем болеть за них в следующем сезоне. Алексей Кузнецов, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.